Вы оставили, закончился срок полномочий в госконтроле. Вы с тех пор тогда и впоследствии были одним из самых популярных деятелей, неполитических и потенциально политических в нашей стране. Многие называли вас в качестве одной из ключевых фигур в государстве. Вы всегда заходили в топ-3 наиболее популярных людей по всем опросам. Однако вы заявляли о том, что к политическим партиям не собираетесь присоединяться. Это раз. Два. Пока отдыхаете. На этой неделе вы отдыхать перестали и заявили о том, что идете в политику. Комментируйте. Я заявила то, что я считаю своим долгом. После уже много месяцев и своего анализа я встречалась с многими людьми, понять, что можно сделать в нашей стране. И в вашем опросе одна женщина очень хорошо сказала, но то, что меня не удовлетворяет так дальше жить, если видеть, что в политику идут только люди, которые живут ради своего блага, и власть находятся в своем ореоле, и народ живет по-своему. Это значит, что нужен совсем другой подход и видение, как сделать так, чтобы власть была у народа, и народ был власти, не власть сама по себе. И тот подход, когда просто группа людей сформирует какую-то партию в свою программу, но в основе этого лежит свои какие-то интересы и, не знаю, свой какой-то... ради чего они это делают, это людей никак не привлекает. И мой призыв, мое видение это такое, что инициатива должна исходить из своего народа. И даже в эти последние дни очень много людей не звонят, пишут, и я уже встречаюсь с людьми. Есть очень много групп активистов, людей, которые уже долгое время... О людях мы и о группе вот это и поговорим, да? Нет, я поэтому и говорю, я это говорю про мое видение и движение, почему и что я делала, не делала и хочу сделать. Это значит, что у людей есть инициатива. Эту инициативу надо собрать вместе, чтобы из этого создалось движение, которое знает, что она ставит как главные цели, как изменить нашу страну, чтобы она действительно была самая лучшая страна. Очень похожие вещи вы говорили и тогда, когда были госконтролером. И после того, как перестали быть госконтролером, тоже говорили похожие вещи. Понадобился вот этот довольно длительный период для того, чтобы вы... Что сделали-то? То есть, почему не сразу? Потому что есть время, когда это надо делать. Когда я в себе это чувствую, подходит правильное время это делать, тогда я это делаю. Правильное время это выборы? Через год? Или что? Правильное время это осень, когда я закончила свою работу. Невозможно в следующий день заняться чем-то новым. Я только тогда постепенно осознала, где мое место, что я могу сделать. И до этого я уже отступила и работаю в компании тоже с идеей той, что то, что создает наука, можно как благо реализовать производство Латвии. На данный момент у вас общественно-политическое движение «Латвия – наш дом». Нет еще такого движения. Я огласила то, что свое видение, как это можно в моем понимании развить. Движения как такого сформулированного нет. Я говорила про путь, который может привести к тому, что у народа действительно есть власть. И нет такого раскола, что люди власти – это что-то одно, а народ живет своим путем. Это движение, которое должно создаваться. Тем не менее, собираетесь ли вы, планируете ли создавать тогда свою партию? Если это движение перерастет в партию, тогда это будет партия. Но изначально идти по пути, создать сразу партию – это отталкивает людей. Я такого пути не вижу. Какие сроки? Я вижу то, что люди сами должны объединяться со своей инициативой. Если это перерастет в партию, это будет. Как люди сами-то не объединятся? То есть их надо увлечь, организовать, дать помещение, дать идею, дать веру в светлое будущее, в конце-то концу. Да, да. И я сейчас расскажу. Я встречаюсь с многими людьми. Есть и группа людей, которые хотят. Мы уже первый раз встретились, как создать такое видение, манифест или призыв тому, что надо сделать и что есть главное. По мнению этой группы, что мы должны сделать в Латвии, чтобы уже конкретно разговаривать с людьми. Я, например, сегодня встречалась уже с несколькими группами людей, у которых есть свое общество, какие-то движения, где люди в своей сфере уже какое-то время что-то делают, делают на добровольных основах. И у них тоже есть свое видение, какую они хотят видеть эту страну. И я считаю, что в течение декабря, января, до конца января можно уже объединить довольно много таких групп людей, чтобы это превратилось уже в организованное движение. Лидером группы, лидером движения. Впоследствии, если вырастет, как говорите вы, лидером политической партии. Я сейчас высказала, что я готова брать на себе ответственность, объединять людей с этой инициативой, чтобы уже получалось общее видение. Где наша проблема опять? Это тот раскол, который существует в Латвии по разным меркам, не только этнической религии, все остальное. Мы должны объединять эту энергию, чтобы стране позитивная энергия дала и другой такой рывок. Синергия, очень модное нынче слово, да? Ну, можно и это так назвать. Какие люди, по-вашему, должны объединяться? На каких людей вы ориентируетесь? На каждого. Нет значения, или это пенсионер, или это рабочий, или это какой национальности человек. Я считаю, что очень много людей должны объединяться, если мы хотим благо своей страны. Есть же основные вещи, которые интересуют абсолютно каждого человека. Если мы поговорим, то каждый хочет, чтобы у него здесь была счастливая жизнь для него, для семьи и детей. Вы называли две группы людей, с которыми встречались уже сегодня. Что это за группа людей? Я встречалась с Альянсом пенсионеров. Есть такая организация здесь, в Риге. И у меня была долгая встреча, и очень интересная встреча. Вы знаете, видеть так позитивно, энергично настроенных людей... Да, это активные сеньоры, да. Мы знаем, наши зрители тоже знакомы с этой организацией. И видите, у них есть свои идеи, свои хорошие работы, которые делают, и все считают, в большинстве, что они не хотят сами идти в политику. Да, и не надо каждому быть в этой политике. Ну, а как иначе власть будет делать то, что народу полезно, если сам народ не способен сформировать, что им важно и что их делать? Ну, вы знаете, что наиболее часто сегодня в прессе вашу фамилию связывают с другими политическими или общественными деятелями. Называются фамилии Юлия Круменьша, называется Атес Сауснитес, и самое удивительное, называют фамилию Айна Рашлессерса, человека, с которым вашу бытность госконтролером, а его министром и парламентарием были не просто разногласия, а очень серьезные противоречия. Да. Вы знаете, у каждого человека, ну, есть право на свое мнение. То, что высказывает Юлия Круменьш, ну, это его право высказать, что он видит, что он хочет видеть, какое его мнение по каким-то вопросам. Атес Сауснитес, ну, это пятница, которую там показывали по телевидению, что я встречалась с людьми, но это был первый раз в этом году, когда я с этим человеком... Эти люди будут в вашем политическом движении будущей политической партии? Ну, я никогда такого разговора не была, и у меня не было такого видения. И с Айна Рашлессерсом я тоже буквально первый раз в этом году встречалась, когда и не он, а совсем другой человек, который есть в партии Вену и Латвии, я пригласил на встречу. Господин Золотович, да? Да, у меня не было представления о каких-то... То сотрудничество, о котором вы говорили в нашей программе, немножко выше. Оно, возможно, с упомянутыми людьми, с господином Бирковсом, который также был на этом ужине... Недавние встречи в ресторане. С кем? С Бирковсом. Бывший премьер, бывший министр. Я с ним очень-очень давно уже не встречалась, я его не знаю. Он фигурировал на этом ужине в ресторане? Нет, я... И пятницу я тоже его не видела. А, не было. Хорошо. Хорошо. Тем не менее, вот эти люди, эти политические силы, они могут быть едины с вами политической силой? Какой-то предвыборный блок, какое-то единое устремленное движение? Вот как-то охарактеризуете контакт? Контакт? Я вообще не шла на эту встречу с какой-то видением... Со встречи-то понятно. Нет, нет, я просто объясню вам, отвечая на вопрос, что это есть люди, с кем я иду в какое-то общее движение, да? Я абсолютно это так не вижу. Я вижу, пока у людей есть какой-то свой корыстный интерес, почему он идет в политику или участвует в партиях, мне нет ничего общего с людьми, у которых в первую очередь есть и корыстные интересы. Юлий Скромнич назывался в качестве ваших потенциальных спонсоров. Мы знаем, карьера и политическая партия, в том числе, требуют немалых затрат. Есть ли у вас спонсор и если да, то кто он? Нет, у меня нет ни одного спонсора на данный момент. И опять, наверное, все время есть какая-то подлинница, что люди хотят слышать то, что они хотят слышать, и не слышать то, что говорится. Я еще раз повторяю, что это только мой призыв и видение про то, как должно, по моему мнению, развиваться политика, если люди хотят, чтобы они как народ были власти и к ним прислушивались. И если это движение будет жить, и люди станут объединяться, я сколько, опять я думаю, это не стоит больших денег. Есть, наверное, какие-то технические расходы, если будет благотворительность, и люди отзывутся, чтобы что-то пожертвовать, но тогда они должны это делать только с таким намерением, что они это делают ради общего дела. Но у вас есть представление о своих будущих единомышленниках? Персонально. Есть люди, которые... Назовите нам их. Я не хочу никого называть, потому что это неправильно. Это правильно, когда люди сами себя представляют и сами себя называют. Там лично нечего там скрывать бы со своей стороны. Но это просто не этика называть людей, если они сами изначально не представляются. Но, тем не менее, потенциальная ваша политическая партия имеет потенциальный рейтинг более 6%. Уже. Чего не скажешь-то, например, у общественной организации господина Ревши, у которого рейтинг значительно меньше. Вы знаете, я никогда в жизни ничего не делала ради своих рейтингов. Но еда никогда не интересовалась. Это показывает подъективную картину. Нет, я просто то, что хочу сказать, но люди думают, что это для меня что-то значит. Абсолютно нет. Я заживу своей жизнью. Есть какая-то параллельная жизнь, которая вокруг меня создает. У меня в этой жизни нет. Я, как жила, буду жить свою личную жизнь, чтобы не создавали вокруг меня. И я заинтересована только в том, чтобы наша страна была другая. Ну, страна, которой мы каждый можем гордиться. Ну, может быть, это звучит наивно. Вам кажется, что это пустые слова. Но я верю в то всегда, если ты ставишь очень большую цель, у тебя есть твоя сильная мечта, она всегда реализуется. То, что вы говорите, это знак равенства между «я критикую нынешнюю власть». Так? Знаете, я не критиковала нынешнюю власть. То, что я говорю... Латвия живет неправильно, власть действует неправильно. Это знак равенства. Только власть в этом виновата, потому что невозможна ситуация, когда власть, по мнению людей, не делает правильные дела, не делает это ради общества, а члены общества индивидуально. Сколько есть людей, которые могут совестью сказать, я честно плачу налоги, не нарушаю там законы, правильно езжу на домашине. Мы видим цифру госбюджета, и большинство у нас живет честно. И все в своей жизни делаю правильно. А еще большинство выступает против еврозоны, но в Афио присоединяется к еврозоне. Человек не начнет сам с себя, тогда никакая власть не поменяется. Ну, это мое мнение. Среди нынешней власти ваши возможные единомышленники присутствуют или нет? Я так на этот вопрос не смотрела. Я действительно смотрю сегодня на народ, а не на власть. А какие цели вы перед собой ставите в этом движении в частности? Какая-то вот есть конкретная светлая цель, цель техническая, извините, тактика. Вот мы хотим добиться такого-то показателя за такой-то период, например. Моя ближайшая цель это объединить сколько можно больше активных людей, этих организаций, где-то до конца января и сформулировать уже общее понимание того, какое мы хотим видеть эту страну и что главное ради этого должно быть сделано. Но это не самоцель, то есть должна быть какая-то цель впереди, к чему люди объединять? Они должны знать, на что они как бы соглашаются, к чему они присоединяются. Вы уже говорили про эту тактику, если вы говорите ради чего, они объединяются ради того, в какой стране мы хотим жить. Но это цель, это изменить страну такую, в какой мы хотим жить. Это общие слова, более конкретно. Все-таки какая-то программа должна быть, у любого общественного движения, у любого партийного программа. Я говорю, что эта программа, по моему мнению, должна написаться в течение ближайших двух месяцев. Смотрите, господин Затлерс, когда перестал быть президентом и стал партийным лидером, он сразу придумал определенные цифры. Он рекламировал пониженные ставки налогов, он рекламировал ряд других причин, почему надо за него проголосовать, и ни одной из этих обещаний не было. Как генеральная цель у партии реформ, тогда еще Затлерса, впоследствии просто партии реформ, было объединение общества. И господин Затлерс не сумел реализовать ни одну из своих целей, ни одну из своих задач, и фактически обманул избирателей. Одна из проблем, которая называется в качестве того, почему у него этого не получилось делать, это очень плохая разобщенная команда. Вас не беспокоит судьба этого примера? Вы знаете, я такой человек, если я за что-то берусь, я знаю, что я за это отвечаю. И я не могу написать... Вы будете отвечать за каждого человека, который будет вместе с вами? Я могу написать программу, подписываться под слова, которые нереальны, я не вижу, как это можно реализовать. Также и с людьми, ты не можешь дать, ну как, быть ответом за каждого, но все равно я понимаю это так. Если я работаю в общей команде, то я отвечаю за каждого, который работает в моей команде. И только такие отношения, где один другому доверяет и может привести к цели. Ну, команда, это очень сплоченный коллектив. Если у вас сегодня нет представления о том, кто составит эту команду, то, как мы можем говорить, о какой-то длительной дистанции? Вы знаете, нет представления в том плане, что я вам не называю сейчас конкретные фамилии. Но я хочу, чтобы вы поняли, что это моя этика. Я пока люди... Есть люди, которые единомышленники, с которыми мы вместе уже начали дискутировать, думать о том, что войдет в эту нашу общую программу. Но пока это не юридически оформлено, и сами люди под это не подписались, но я считаю, что неправильно кого-то называть. Скажите, когда может быть сформирована уже конкретная партия? Как таковая? Когда? Сейчас не идет речь о конкретной партии. Думаю, что это движение может быть оформлено, если удастся до конца января проработать программные документы где-то в феврале, в начале марта. Понимаете, вы просто говорите общими словами, призывайте людей следовать за вами, но не называйте конкретных причин. Хотелось бы немножко больше конкретики, имен, за кем следовать, цели, к которым идти. Или следуем за мной. Да, потому что я... И так победим. Популярно. Нет, я вам объясняю. Вы привыкли, наверное, идти по тому же пути, как все пошли. Собрались люди, написали программу и сказали, пожалуйста, голосуйте за нас. Я опять говорила, я это не считаю правильным путем. Правильный путь есть тогда, когда люди с общими интересами собираются вместе, дискутируют, напишут тот текст, что разъяснять народу, разъяснять другим группам. И тогда есть конкретика, о чем говорить. Но я сейчас, если я веду сейчас уже со своей конкретикой именно, что надо, по каким вопросам сделать, какие показатели достигнуть, ну, это будет мое видение. Но я хочу, чтобы это видение было, общее видение уже команды. Мы еще обязательно поговорим с вами об этом в конце января, как вы обещали. У нас в гостях была общественная политическая деятель Ингуна Судроба. Спасибо вам за интервью. А мы продолжаем. В декабре дождь не редкость, иногда с мокрым снегом, иногда с ледяной крупой. Но вот дождь из плюшевых медвежат можно назвать событием из-за ряда вон выходящим. И все же такое бывает. На днях в Канаде целая лавина мягких игрушек обрушилась на лед хоккейной команды «Калгари Хитман». Таким образом, местные болельщики приняли участие в благотворительной акции в преддверии Рождества. Более того, плюшевый дождь стал уже своего рода традицией для юниорской хоккейной медвежи.